Синдром внезапной смерти младенца Давайте дадим определение, что такое синдром внезапной смерти младенца на дому Синдром внезапной смерти младенца на дому устанавливается в тех случаях, когда при анализе медицинской документации, амбулаторной карты и патологоинтомического исследования мы не можем поставить диагноз, от чего ребенок скончался И его надо понимать, разделять от младенческой смертности, то есть это дети, которые теряются до года Также погибают на дому, но они устанавливаются, медицинские причины заболевания, почему произошло данное трагическое событие Как часто подобное случается, если владеете статистикой по Алтайскому краю? За прошлый год у нас из 87 детей, которые умерли в возрасте до 1 года, 20 погибло именно на дому Из них от синдрома внезапной смерти, когда нельзя установить причину медицинскую, всего 3 ребенка То есть у 17 были установлены причины их гибели А сама вот такая младенческая смертность, если говорить о синдроме внезапной смерти, она связана с каким-то патологическим процессом? Или это именно ситуация, когда даже судмедэксперт не может определить истинную причину смерти? Ну вот, что характерно, вот в трех случаях за прошлый год при синдроме внезапной смерти Причину не было установлено, то есть из-за чего ребенок погиб То есть нет медицинских каких-то факторов, что могло привести к трагедии И не установлено действие третьих лиц, то есть насильственного характера в гибели ребенка Ну то есть если не установлено, как вы говорите, то, что было применено насилие, например, к ребенку Родители в этом случае не могут привлечь к ответственности Нет, нет, и поэтому первым после визита, так сказать, работников скорой медицинской помощи, которые устанавливают в гибели Это сотрудники правоохранительных органов, в том числе исследователи, для решения вопроса А дальше исследования, кто будет проводить, патологоанатомическая служба, либо судебная медицинская экспертиза А это разные службы? То есть и соответственно, если судебная медицинская экспертиза, то будет заведено дело Да, потому что мы понимаем, что у родителей с одной стороны трагедия, но с точки зрения закона сразу возникает подозрение Не было ли какого-то насилия в отношении ребенка или халатности В данном случае, да, устанавливается, то есть когда детей находят неположенных местах, где они должны находиться, то есть в момент гибели Газ включили, что-то подобное, но это легко определяется, да? Да, да Отравление угарным газом, либо таким бытовым газом Ну, угарным газом у нас, как правило, в осенне-зимний период А бытовой травматизм, как правило, летом, когда родители, видимо, в отпусках, отдыхают и теряют бдительность И оставляют ребенка не там, где должен быть Откуда-то упасть может быть? Он может упасть с пеленального столика А могут оставить в машине, уйти в магазин, то есть при наших температурных условиях, то есть быстро Гипертермия, да Да, в машинах очень, вот насколько я знаю, в Соединенных Штатах Америки очень часто Да, очень распространено На парковках забывают ребенка и все И у нас стало это тоже распространено Ну да, увы, да Ну вот, как вы все-таки основные факторы риска внезапной смерти младенца? Или их невозможно определить? Факторы риска, они известны Самый частый фактор социально-бытовой Это низкий образовательный уровень семьи, где воспитывается младенец Алкоголизм, наркомания, юный возраст молодой матери Либо много беременная, то есть у нее много детей То есть и короткий промежуток между рождением и детьми Не уследить Да, куча маленьких детей И вот часто женщина там выходит, допустим, в магазин Оставляет этого ребенка до года на попечение, будем говорить Таким вот более старшим детям, которые случайно могут нанести какие-то увечья Или не досмотреть за вот этим ребенком А юная, неопытная мать, соответственно, в силу отсутствия опыта Да, именно Плюс один из факторов, который доказан, это табакокурение Увеличивает риск внезапной смерти на 30% То есть при ребенке, когда он является пассивным курищем Именно, именно И отказ от грудного оскарбливания также провоцирует риск внезапной смерти Достаточно больших количеств Но это, правда, часто происходит по медицинским показаниям, к сожалению Ну, увы, есть как бы желание женщины, так сказать, какую-то эстетическую фигуру Ну, я понял, да То есть такое тоже встречается Да Ну и есть чисто медицинские показания То есть у нас в последнее время даже в родильных домах при проведении КГ Выявляем детей с аритмией, с врожденной То есть они уже получают антиаритмические препараты Ранее, если считалось, что это как бы удел взрослых, нарушение ритма Но сейчас дети вот уже после рождения начинают получать антиаритмические препараты Это на всей жизни или это обратимо? Это обратимо, и участие детей, это проходит к определенному возрасту То есть тех, которые получают на всю жизнь их единицы Ну вот что можно предотвратить с медицинской точки зрения, вот чтобы не произошло трагедии? В первую очередь это доверие к медицинским работникам со стороны законных представителей То есть когда приглашают в месяц пройти обследование ребенка, показать специалистами, провести необходимые исследования ультразвуковые, КГ Это ведь не просто формальность для того, чтобы соблюсти какую-то диспансеризацию Как раз выявить те риски, и мы находим таких детей, которые вроде здоровые, и при осмотре в месяц, проведении эхо, находим пороки развития И врожденные пороки сердца, которые требуют в последующем оперативного лечения В случае, если бы не проводилось это исследование, соответственно, ребенок бы выпал из поля зрения медицинских работников И не оказалось ему бы помощи Он бы погиб на дому от врожденного порока сердца То есть это достаточно простые вещи Плюс не надо заниматься самолечением То есть некоторые звонки знакомых, сети интернет То есть начинают лечить детей от насморка и сбивать температуру народными средствами И очень поздно обращаются или не обращаются за медицинской помощью И у нас таких фактов Особенно сейчас, когда вирусные заболевания распространены Да, и в том числе дети болели у нас и новой коронавирусной инфекцией до года То есть это не секрет Да, они потеряли ни одного ребенка на дому от новой коронавируса Но дети болели, они госпитализировались в стационар Вот многие используют камеры, чтобы смотреть, как ребенок спит А есть ли какие-то специальные технические средства, чтобы, например, наблюдать за сердечным ритмом И, в общем, за состоянием ребенка? Существуют такие камеры, это baby-мониторы, так называемые А есть мониторы апноэ Апноэ – это остановка дыхания, то есть устанавливается на ребенка Как отдельный прибор, так и есть, можно сказать, такие, как приставки к смартфонам То есть по протоколу Bluetooth или Wi-Fi обмениваются И при остановке дыхания дают тревожный сигнал родителям, что с ребенком не так То есть чтобы они приняли меры, то есть перевернули ребенка, если он оказался на животе, допустим Что категорически детям нельзя до года как бы спать на животе Ну и в завершение нашей программы, наверное, несколько советов родителям Как предотвратить непоправимое? А чтобы предотвратить это непоправимое, я бы сказал, трагическое событие не только для родителей Но и в целом для общества, потеря ребенка на дому до одного года жизни Это в первую очередь обеспечить должный уход ребенку Не выкладывать его с собой никогда спать Случайно вы во сне можете просто придавить ребенка Избегайте табакокурения в присутствии ребенка Не избегайте переохлаждения И при первых же сомнительных симптомах, как отказ от еды Ребенок не должен отказываться до года от еды Сонливость Когда ребенок спит и пропускает кормление Это не есть хорошо, это сигнал о бедствии Либо излишняя активность ребенка, крик, плач, его беспокойство То есть немедленно надо обращаться за медицинской помощью Не надо ждать, что это само пройдет Может ведь не пройти У нас таких случаев, увы, достаточно много Поэтому мы обозначили эту актуальную тему Ну что ж, Александр Ильич, спасибо за советы И за интересную и полезную беседу А с нашими телезрителями мы прощаемся Берегите себя и свое здоровье И, конечно, здоровье своих детей Не переключайтесь Субтитры создавал DimaTorzok